Правила в движении Сегодняшний выпуск нашей с вами программы, рубрики «Любимейшие правила в движении» будет тематическим, и я бы хотела посвятить его нашим доблестным помощникам в службе МЧС. Именно от них мы сегодня получим подарок. Что же за подарок такой? Прекраснейшая сумка с наличием там всяких распрекрасных книжечек о правилах, о том, как нужно себя вести, куда звонить, множество линейчик, подставочек под кружки, и все это достанется победителю, тому, кто правильно ответит на вопрос. Нет, не касающихся правил дорожного движения, а вот, например, такого плана, как вопрос. С помощью чего можно обнаружить утечку газа в квартире? Вариант один с помощью спички, и второй вариант, наконец, с помощью мыльной пены. Пишите на 3377, я с удовольствием отдам вам целую сумку с подарками от МЧС. Всем успехов, я жду ваш правильный ответ на 3377, и на всякий случай еще раз повторяю вопрос. С помощью чего можно обнаружить утечку газа в квартире? С помощью спички или все-таки с помощью мыльной пены? Пишите. 17.45 в стране, и прямо сейчас на Радио Суфэм правила в движении, игра подходит к концу. Я уже готова назвать последние цифры номера победителя, но прежде чем мы определимся с тем, кому же уйдет эта безумно нужная сумка от МЧС, со всякими полезностями, книжками, линейками и подставками под кружки, я бы хотела еще раз задать вопрос. Я спрашивала у вас сегодня, с помощью чего можно обнаружить утечку газа в квартире? Вот, кто правильно ответит, тот явно сталкивался, ну или нет, я надеюсь. Так, в общем, было два варианта, с помощью спички, либо с помощью мыльной пены. И правильным оказался ответ под номером 2, естественно. Что нужно сделать? У многих возник вопрос. Взбивайте, значит, мыльную пену, наносите ее на места соединения или там, где подозреваете утечку. И, в общем, если есть утечка, то пена в этом месте начнет пузыриться. Вот такой он простой способ. Спичку ни в коем случае не поджигайте. Что ж, а правильно ответил абонент МТС, я так подозреваю, поздравлять буду именно вас. Номер заканчивается на 5359. Ура, мои аплодисменты и сумка уже фактически летит к вам. Очень скоро я с вами свяжусь, расскажу, как и где забрать честно выигранный приз. Всем остальным желаю удачи в следующем часе хитовом. Ну и, конечно же, он будет полон подарков. Каких? Вы знаете, чуть-чуть позже. А прямо сейчас и Matching Dragons Weekend и Little Mix на Радиус ФМ. Утренний микс. Друзья, доброе утро, всем привет. Мы продолжаем. И, как всегда, полезные новости и полезные сюрпризы. Начнем мы с новостей. Вот, а потом к финалу часа готовьте свои, готовьте свои мобильные телефоны. Вы будете появляться в эфире, потому что с нами сегодня Министерство по чрезвычайным ситуациям. И у нас есть подарки, которые мы хотим вам отдать. И вот буквально недавно Леша рассказывала о том, что если... А, или это не Леша, это Наташа Ленская в новостях рассказывала, что если вдруг вы проходите мимо дома или на вашем доме висят здоровенные сосульки, то вы можете позвонить в специальную службу, обозначить свой адрес, и приедет специальная служба, которая занимается тем, что убирает эти сосульки, дабы не случалось никаких аварийных ситуаций. Они не падали неожиданно и никому не мешали. Ну, предельно внимание, конечно, сейчас обострено в этом плане, потому что им приходится много работать, не самые легкие дни, потому что им автомобили и очень много аварий. Я вчера, ребята, честно ехал по Гродинской трассе, ну просто-просто валяется. Серьезно? Валяется машина на боках, да. И люди уже их оттуда выковыривают, достают. Тем более совершенно недавно, 19 января, был день МЧС в нашей стране. Вот. Ну и сегодня у нас есть для вас вопрос. Да, вопрос. Вы должны дозвониться к нам в эфирную студию. 213-30-70, код Минска 017. Я задам вам вопрос, вы отвечаете правильно и забираете подарки от МЧС. Итак, друзья, 213-30-70, мы ждем вас в гостях. Yes, yes, МЧС. Да, мы ждем вас, есть отличный подарок и очень несложные вопросы. Утренний микс. Итак, друзья мои, Паша. Паш, доброе утро. Доброе утро. Паша из Минска. И ты из Минска кем работаешь, Паша? Индивидуальный предприниматель. В какой области ваше предпринимательство работает, Паша? Внутренняя отделка помещений. Слушайте, а где вообще, в каком вузе учат на индивидуальных предпринимателей? В индивидуально-предпринимательском. Интересно, почему до сих пор нет факультета индивидуальных предпринимателей? Это не ко мне вопрос, это... Я понял тебя, дружище. Это не надо, не ко мне вопрос, правильно. Вообще-то, скажи мне, почему ты, индивидуальный предприниматель, человек, который сам распоряжается своим временем, в субботу с утра на ногах, ты б спал бы? Ну, скажем так, независимо от того, работаешь ты или нет, налоги платить все равно нужно. То есть, я понимаю, что сейчас, в данный момент, ты где-то по дороге, чтобы заплатить налоги... А, понял. На работу... Сначала заработать деньги, чтобы налоги платить налоги. Серьезный человек, серьезный. Так, хорошо, давай мы тебя расслабим, снимем сейчас с тебя все напряжение, сейчас Козловская этим займется, а мы зададим вопросы. Итак, Паша, три вопроса, отвечаешь правильно, вопросы от МТС, отвечаешь правильно. МЧС. МТ, МЧС, да. Три вопроса от МЧС. МТС. Ну, бывает, ну что, выскочила. Итак, внимание, Паша, первый вопрос. Переходим на специальную музыку. Павлик, соберись. Загоревшееся масло на сковороде. Нужно залить водой или накрыть крышкой? Накрыть крышкой. Молодец, есть, первый. Уходя из дома, телевизор нужно выключать из сети или оставить в режиме ожидания? Выключать из сети. Молодец, два. И последний, третий вопрос от МЧС. Внимание. С помощью мыльной пены или зажженной спички можно обнаружить утечку газа в квартире или в доме. Пена или спичка? Пена, конечно. Спичка, пена. Пена. И ты прав, Паша. Три правильных ответа ты забираешь у нас в подарки. Не клади трубочку, сейчас за эфиром все тебе расскажу. Павлик, как ты это делаешь вообще? Слушай, МИЛИКС. Ты из нормализанной. МН. МН. МН.